Друзья мои, всем привет из Франкфурта! Мы сейчас находимся на франкфуртском автосалоне, куда мы приехали вместе с компанией Volkswagen. Сам автосалон открывается только завтра и сегодня мы находимся на эксклюзивном мероприятии Media Night от Volkswagen Group. И по плану мы сейчас начнем с обзора самых интересных новинок на стенде Volkswagen и потом пойдем дальше по самым интересным новинкам у других участников Volkswagen Group. Погнали! Предлагаю начать обзор стенда Volkswagen с очень актуальной для России новинки. Это у нас SUV кроссовер, который называется T-Roc. Здесь представлены сразу два T-Roc. T-Roc с простым добрым обвесом, а также T-Roc с обвесом R-Line. Значит, что касается этой машины. Ее стартовая цена в Европе составляет 20 тысяч евро, то есть на наш это получается миллион четыреста. И, значит, опционально здесь доступен полный привод. Создан он на платформе MQB, на модульной платформе, на которой также создан Volkswagen Tiguan. Затем опционально доступен у нас здесь полный привод 4Motion. И также доступно три дизельных мотора и три бензиновых. Можно выбирать между семиступкой DSG и механическая коробка передач. Давайте посмотрим теперь более подробно, что из себя представляет эта новинка. В целом вообще очень такая неожиданная новинка этот T-Roc. То есть до этого я нигде не видел никаких тизеров про эту машину. Тут бабах у нас сходу появляется новый игрок в сегменте SUV, в сегменте компактных кроссоверов. Давайте, собственно, приступим к обзору экстерьера. Очень такой модный у него дизайн, весьма агрессивный. Посмотрите, какая нарядная задняя часть с имитацией патрубков выхлопной системы. Это все-таки у нас такая красивая, но фальшивочка. Вот. Давайте переместимся к передней части. Вот мы у передней части T-Roc. Посмотрите, какой агрессивный дизайн. Прям очень он так люто выглядит. Мне кажется, это один из самых агрессивно выглядящих компактных кроссоверов, которые есть на сегодняшний день. И очень интересно, мне нравятся вот эти вот элементы с габаритами. Посмотрите, в таких, в отдельных местах от основной оптики они находятся и прям добавляют какого-то своего стиля. Блин, ну в целом, конечно, с дизайном у Volkswagen в последнее время все только лучше и лучше. Мне нравится, что в целом они выбрали такой агрессивный путь, агрессивный стиль. Это здорово. Давайте переместимся вовнутрь. Что тут у нас внутри? А внутри у нас уже хорошо известная по другим Volkswagen полностью в виртуальная панель приборов. Вообще, в целом, друзья, только посмотрите, насколько футуристично начинают выглядеть автомобили и снаружи, и внутри. Буквально 10 лет назад мы даже представить не могли, что такие тачки будут в свободном доступе. Да, это просто потрясающе. Здесь же у нас последняя версия мультимедиа находится. И очень классное решение со вставками в цвет кузова. Посмотрите, они прям добавляют веселости в интерьер. Но так в целом, по эргономике, по тому, как здесь выглядят всевозможные, собственно, узлы управления, это все тот же классический Volkswagen, да? Мы здесь видим, по сути дела, все то, что встречается нам и в других моделях этого автопроизводителя. Окей, пойдемте дальше. Давайте теперь разнообразим немного наш видеоряд интересными концепт-карами от Volkswagen. У них, собственно, есть линейка концептов, которая называется ID. И начнем вот с такого транспортера следующего поколения. Смотрите, внутри, например, руль напоминает какую-то подушку с минимальными функциями на нем. Также можно увидеть iPad, как один из органов управления. Все так предельно футуристично. И посмотрите, еще очень интересный момент. Собственно, педаль тормоза – это пауза, а педаль газа – это кнопочка play. Ну и, разумеется, отдельный респект вон тому медитирующему человеку. Он тоже задает немного стиля этому автомобилю. Давайте пройдем вокруг него. Конечно, вообще прям футуризм просто зашкаливает. Собственно, ну, все концепты, они сделаны по теме электрификации. И в целом Volkswagen очень активно смотрит на эту тематику. И уже, насколько я помню, после 2020 года каждая модель, которая будет продаваться, собственно, Volkswagen, у него будет доступна полностью электрифицированная версия. Ну вот мы завершаем круговой обзор этого сумасшедшего концепт-кара. Ну вот мне что нравится, несмотря на то, что, как мы уже обсуждали ранее, сейчас у модели Volkswagen, такой достаточно агрессивный подход в формировании дизайна экстерьера. Здесь, смотрите, они все-таки смогли сохранить душевность восприятия этого транспортера нового поколения, потому что, если вы вспомните первые транспортеры, да, с круглыми фарами, они такие супердобрые, были супердушевные. И здесь, смотрите, такой тоже весьма добрый на вид, суперхай-тек. Так, пойдемте дальше. Еще один интересный момент, который можно отметить в дизайне этого прикольного концепт-кара, это, собственно, вот этот иллюминационный ряд снизу. То есть сейчас заметно изменение, отход от стандарта в том плане, что раньше у нас, как бы, вот, допустим, здесь противотуманка, да, и там может быть только противотуманный свет. А сейчас за счет такого ряда светодиодов здесь, например, может быть не только противотуманка, но и в том числе, допустим, здесь может подаваться какая-то информация пешеходам, да, или еще что-то в этом роде. А сейчас мы добрались до очень необычного гольфа следующего поколения, если можно так выразиться. Так, вроде нас никто не прогоняет, мне это очень нравится. В общем, это тоже концепт из серии ID. И здесь уже у нас, смотрите, применили создатели такую органику, такие плавные идут линии естественные. В общем, вот так, может быть, будет выглядеть какой-нибудь Volkswagen Golf спустя лет 10-15. И сейчас мы не можем в это поверить, нам кажется, это какой-то фантастикой. А скоро это будет просто обычным делом. Посмотрите, здесь, например, в карте дверей расположены не только классические кнопки управления там окном и так далее. Здесь же у нас и климат-контроль. В общем, интересно так экспериментируют. Очень интересно. Сумасшествие. Ребят, сейчас мы попадаем в еще один концепт-кар из серии ID. Вы сейчас увидите внешность, будете приятно удивлены, потому что это у нас такой хороший будет конкурент в теории для BMW X4 или Mercedes-Benz GLC купе. Внутри тоже у нас такой предельный футуризм. Но заметьте, насколько каждый из этих концепт-каров отличается не только снаружи, это понятно, но и внутри. То есть в Volkswagen они пробуют разные форматы по интерьеру. Это очень здорово. Это очень интересно. Ребят, ну вы только посмотрите. Это что-то новенькое. Это реально Volkswagen нового поколения. Потому что столь дерзких и пафосных Volkswagen мы еще не видели. И будет очень здорово, если эта машина в каком-то подобном виде дойдет до серии. Потому что тогда реально Volkswagen начнет пробовать выходить на новую ступень, да, по части своих конкурентов. И начнет уже играть на поле большой немецкой тройки BMW, Mercedes и Audi, да. По степени премиальности, премиальности вида автомобиля. Вот, его лухари составляющие. Здесь с этим все в порядке. И также хотелось бы еще обратить ваше внимание на, собственно, элементы иллюминации, элементы фар. Посмотрите, здесь используется такое матовое, плавное диодное освещение. И оно лично мне первым делом напоминает то, что мы видим на автомобилях Tesla. Что в очередной раз говорит о том, что Volkswagen сейчас идет больше по такой премиальной дорожке в сторону премиум-сегмента. Еще один обнаружили мы интересный элемент на этом концепт-каре. Посмотрите, здесь сверху у нас прозрачная крыша, но не просто прозрачная крыша. Здесь еще и, собственно, элементы, которые собирают солнечную энергию. И получается два в одном. Вы и свет в интерьер получаете, кайфуете от вида и эстетики природной. И заодно машина дополнительно аккумулирует электроэнергию, которую потом можно банально использовать при, собственно, вождении автомобиля. И еще очень необычно здесь расположили камеру заднего вида. Вот, то есть обычно в этом месте у других автомобилей находится антенна, а здесь два в одном. И антенна, теоретически, да, и, собственно, камера заднего вида. Прикольно! И мы сейчас добрались до еще одной очень интересной машины на стенде Volkswagen. Это Tiguan R-Line. И это не значит, что эта машина просто имеет, там, дерзкий и агрессивный обвес. Здесь еще и мощность присутствует солидная. 2 литра, 220 лошадиных сил. Посмотрите, как она выглядит сочненько, а? Цвет огонь. И вот этот обвес, ну, он просто совершенно меняет внешнее восприятие этого автомобиля, да? То есть новый Tiguan, он и так, в принципе, достаточно агрессивный. Но Tiguan R-Line, это вообще прям другая песня. Давайте еще посмотрим в задней части, как он выглядит. Ну, это просто ядерная морковка какая-то, реально. Также у этой версии Tiguan, если говорить о внешнем виде, кроме обвеса, имеются еще и очень злые опциональные диски. Это 20-й тапки, 255 на 40. Прям вообще они задают вид на все 100%. Перемещаемся к задней части автомобиля. Здесь у нас, посмотрите, такие два агрессивных патрубка выхлопной системы. Тоже очень спортивный бампер. В общем, вот это, понимаете, Tiguan, вот это уже прям тига-гонка. Если говорить о том, когда эта машина у нас появится, уже в ноябре эту машину можно будет приобрести у нас в России. Я думаю, в районе ноября возьмем ее на тест-драйв и покажем, насколько у нее другой характер, нежели у Tiguan с более простыми, менее мощными моторами. Еще один позитивный момент. Уже с сентября во всех дилерах Volkswagen будет скидка 110 тысяч рублей на новый Tiguan, потому что машина очень хорошо продается, и поэтому автопроизводитель решил пойти навстречу. Не упустите момент. Внутри особых отличий от стандартного Tiguan я не заметил, разве что вот этот эрошный руль. Посмотрите, какой красавец. Ну, а если вам интересно более подробно узнать про Volkswagen Tiguan, снизу в описании я оставлю пару ссылочек на наши обзоры на эту машину, а мы пойдем дальше. Вот я считаю, что абсолютно вообще несправедливо обделена вниманием вот эта вот машина. Это у нас новый Volkswagen Polo. Вы посмотрите, насколько он подрос реально в дизайне, да, насколько он стал более премиален. Это очень круто, потому что Polo предыдущего поколения прям такая простая машинка, да, а здесь уже прям, ну, с изюминкой какой-то. Шикарная передняя часть. Давайте посмотрим, что у нас сзади. Достаточно динамичная боковая часть. Смотрите, сколько здесь идет линий. Здесь вот где у нас шильдик R-Line, отсюда развивается двери, нет, вот это еще идет снизу. Прям очень симпатично. Диски я бы, конечно, другие поставил, эти такие, ну, не очень, как по мне. Сзади тоже у нас, смотрите, все вообще просто замечательно. Вот. Такие здесь патрубки выхлопной системы, стильные фонари, ну, вообще здорово. Но самое интересное, я считаю, внутри, друзья, вы только посмотрите, вы вообще могли представить еще некоторое время назад, что интерьер вот такого бюджетного автомобиля, что он станет однажды вот таким. Ну, а это, ребята, красавец Volkswagen R-T1. Некоторое время назад машина уже была представлена, так что вы, скорее всего, ее уже видели. Но напомню, что по ссылочке в описании вы можете взять наш подробный обзор на эту тачку. Мы делали одним из первых тест-драйв на нее. Очень подробный, прям навалили там от души. И в деталях ее изучили. Мне кажется, из всего модельного ряда Volkswagen это самая крутая на сегодняшний день тачка по части дизайна. Она просто бомба. Ребят, мы, в принципе, показали все самое интересное на стенде Volkswagen и хотели бы завершить просто замечательной, мне кажется, душевной винтажной гоночной ноткой. Ну, а здесь мы видим еще одну несправедливость на стенде Volkswagen. Посмотрите, абсолютно обделен вниманием этот душевнейший автомобиль. Это самый первый Volkswagen Golf GTI. Именно с этой тачки началась, собственно, GTI-история. Давайте уделим ему немного внимания. Сначала хотелось бы дать немного общей информации. Машина начала выпускаться в 1976 году. По мощности здесь 110 лошадей, 1,6 литра, атмосферный мотор бензиновый, четырехступенчатая ручная коробка передач. И тогда тачка ехала до сотни за 10 секунд. И для 70-х годов это было более чем зажигательно. Знаете, вот что самое классное, когда вы садитесь в такой винтажный автомобиль, вот этот аромат старой машины, он такой прям особенный, он сразу прям задает атмосферу и сразу задается, ну, ты понимаешь, что здесь есть душа. Вот на водильных автомобилях такого нет, а в этих есть. Значит, по деньгам она начиналась с 7000 евро, то есть чуть менее 500 тысяч рублей стоило, если переводить на наши деньги. Максимум ехала 180 кмч, и, кстати, вес составляет всего 810 килограмм, то есть, по сути дела, это переднеприводный картинг, так скажем, да? Вот. Ну, вообще прям состояние идеальное, круто, душевно, здорово. Давайте еще посмотрим подкапотное пространство. Ну, вот, собственно, и сердце этого железного коня, 1,6 литра, 110 сил. По тем временам горячая была тачка. Это сейчас 110 сил, это никого не удивишь, и там на нашей приорке даже 110 сил. А тогда это было ого-го. Здорово. Дорогие мои, на этом мы завершаем первое видео с франкфуртского автосалона. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на новинки, которые базировались на стенде Volkswagen. Большое спасибо этой компании, что предоставили нам возможность приехать сюда и показать не только этот стенд, но и все остальные. Ну, а, собственно, все остальные стенды вы увидите в следующих видео, так что не переключайтесь. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Переходите по ссылочкам в описании, там есть ссылка на мой инстаграм и на второй канал. Все, ждем лайк, спасибо!